Привет! Секреты я не открою, мы сейчас все больше и больше покупаем бэушные электроники в России. И чаще всего это происходит с помощью Авито. А вот и хороший повод для разговора. Ноутбук Lenovo ThinkPad X390. Именно с этого сайта. Короче говоря, будем разбираться, что это такое, для чего люди приобретают такие компьютеры, и что от них, собственно, остается на вторичке. И давайте для начала ролика познакомимся с героем. Собственно, главным действующим персонажем этого видео. Это Lenovo ThinkPad X390 образца 2020 года. Да-да, лэптоп под тем самым легендарным бредом ThinkPad, который, как помнят Алфаги, когда-то основали в Айбиэме. Тут же легендарность, ну прям-таки помноженная на два. Это устройство X-серии той самой, которую очень полюбили в корпоративном секторе за 12-дюймовые легкие неубиваемые машинки с фантастической ремонтопригодностью. Но X390 это уже детище позднего инженерного гения китайской компании Lenovo. Экран тут увеличен до 13,3 дюймов, вес и габариты не самые рекордные по меркам класса, и после чего кто-то может вообще выключить видео, здесь распаяна оперативная память на материнской плате. Есть, конечно, и много чего хорошего, что осталось со времен Айбиэм. Вот, например, TechPoint и альтернативные кнопки над тачпадом. Великолепная клавиатура, здесь она правда хорошая, но о ней давайте поговорим отдельно. Ноутбук очень легко разобрать, то есть буквально я открутил 5 винтов. Они остаются в корпусе, ну и защелки. После чего нам становятся доступны недра данного ноутбука. Там скрывается легендарная ремонтопригодность, сами понимаете, без нее даже сейчас в корпоративном сегменте придется туго. Ну, то есть, вот смотрите, батарейка здесь держится буквально на трех винтах и на одном шлейфе. То есть, нет никакого вот этого богомерзкого клея. Шасси здесь из магниевого сплава, а вот внешние панели это какой-то пластик с углеволокном. Но все-таки пластик. Приятный на ощупь, вопросов к этому нет. Давайте посмотрим на систему охлаждения. Ее, конечно, мне стоило почистить. Тут всего одна трубка, которая отводит тепло от процессора. Я не могу сказать, что под нагрузкой она шумная. Нагрузка тут весьма условная. Играть на таком устройстве вы вряд ли будете. Но давайте перейдем к двум моментам, которые очень беспокоят покупателей ноутбуков, бывших в употреблении. Это SSD и это батарейка. Начнем с SSD. Это АМ-ный Western Digital CSN730 на 256 гигабайт. Здесь есть даже термопрокладка, которая должна от него отводить тепло. А почему она должна от него отводить тепло? А потому что это TLC и NVMe. Наработка на моем экземпляре намекает, что ноутбуком пользовались и пользовались немало. 723 включения. Наработка более 4000 часов. Записано 5 терабайт. Но в принципе для этого SSD это немного. Western Digital не приводит цифр для модели на 256 гигабайт. Но для терабайтника количество записанных терабайтов равняется 400. Пусть даже у младшей плашки гарантийный ресурс перезаписи это 100 терабайт. То есть сколько осталось конкретному SSD-шнику, сами посчитайте. А теперь к очень больной теме для вторички. Это аккумулятор. В новой такой батарейке емкость составляет 48 Вт-часов. А эта батарейка не новая. Если верить все той же AIDA64, остаток тут около 40 Вт-часов. То есть износ составляет где-то 16%. Причем все та же AIDA показывает, что полных циклов заряда-разряда тут всего 78. Что как бы намекает на судьбу ноутбука, который работал в основе своей отзарядки. У Lenovo есть специальная программа, которая называется Lenovo Vontage. В нем я выставил параметры, по которым ноутбук на зарядке добирает до 80%, после чего идет разряд до 60%. Потом зарядка начинается снова. И это в теории должно сэкономить ресурс. В целом же 5-6 часов на одном заряде конкретный ноутбук работает. Но при офисных задачах и Wi-Fi подключению. Рабочий день он точно не выдержит. Тут либо зарядку с собой, либо задуматься о покупке новой батарейки. Правда, оригинал надо будет поискать. Да и не дешев он сейчас. И скажу я пару слов о производительности. А то я еще и слова не произнес. Конфигурация тут типичная для ультрабука конца прошлого десятилетия. Это ультрабучный процессор Core i5-8265 с приставкой U, Whiskey-like поколение и турбобустом до 3,9 ГГц. Но в реальности будут 1,6 ГГц. Тут 8 гигов оперативной памяти DDR4 на 2400 МГц. Память, я уже повторяюсь, распаяна, но она двухканальная. Что возможно даже лучше в плане быстродействия, чем 16 ГГц в одноканале. В точно таком же корпусе, с точно таким же названием, на вторичке можно найти версии и на i7, и с процессорами 10-го поколения Intel. То есть, повыбирать, конечно, можно. Мое мнение об i7, в этом ThinkPad X390, ну, наверняка стоит его брать только ради того, чтобы получить 16 ГГц ОЗУ. Если, конечно, найдете. Но, во-первых, они редкие и дорогие на вторичке. А ультрабучное охлаждение, я вам его показывал, потенциал камня раскрыть вам не даст. Тем более, графика везде будет одна. Интегрированный 620 Intel. Какая бы версия вам в руки не попалась, все 390 имеют поддержку Thunderbolt 3. Вот этот второй Type-C-шник, помеченный молнией. Любители ThinkPad сразу поймут, что он тут в основном для работы с фирменной док-станцией. У меня ее нет, сказать ничего не смогу. Зато в теории с помощью Thunderbolt 3 можно к ноутбуку подключать внешние дискретные видеокарты. Удовольствие, конечно, специфическое и дорогое, но такая возможность кому-то, наверное, даже душу согреет. Тем более, Thunderbolt в новых буках ценой до 50 тысяч рублей – это редкость. По портам тут в целом все очень хорошо. В консюмерках такого и в 2020 году не было. Сейчас же нас производители научили, что два Type-C и аудиоджек в ноутбуке – это нормально. Интернет-порта здесь нет, это да. Мне лично гораздо важнее, что тут два больших USB-порта. Есть у меня замечание, как у человека, который не первый год пользуется ноутбуком Dell Latitude, только картридеру. То есть, это реальный какой-то изврат от китайцев. Сами оцените. Это я сейчас пытаюсь достать лоток. Лоток здесь сделан, как у смартфонов. Более того, он еще находится сзади. То есть, чтобы вставить microSD-карту, нам надо иметь под рукой SIM-тул. Вообще, как объяснили знающие люди, это такая давняя-давняя история. В ThinkPad'ах чуть ли не с первого карбона. В версиях с LTE сюда еще и SIM-ку можно вставить. Но у меня версия без LTE. 13,3-дюймовая матрица. Это IPS, причем очень приличная и по яркости, и по контрастности. Экран у меня матовый. В общем, сразу видно, что устройство делалось именно для комфортной многочасовой работы. Но я не знаю, как это будет передаваться на камеру. В общем, на поле черного по краям есть засветы. Но я подозреваю, что они были и сновья. Вообще, на рынке есть куча вариаций экрана этого ноутбука. Матовый 4K, глянцевый Full HD, даже сенсорная матрица. Но не путайте с Yoga X390. Это будет другой ноутбук. Но, на мой взгляд, самый оптимальный вариант это матовый Full HD. Ну, по совокупности характеристик уж точно он лучше. Клавиатура здесь это прям вот классика ThinkPad. В последних лет не буду разводить холивар. Мне и Dell'овская, честно говоря, клавиатура нравится. Даже часами набирать текст на этой клавиатуре удобно. Это если кратко. В этом экземпляре, к сожалению, нет подсветки клавиш. Но при желании покупается вот весь этот модуль клавиатурный 1000 за 5. Новый, с кириллицей и с подсветкой. А с заменой исправится даже ребенок. Потому что вот этот самый клавиатурный блок держится на двух винтах, которые находятся вот под этими клавишами. Есть тут, кстати, на этой модели сканер отпечатка пальцев. И по сравнению с тем, к чему мы привыкли в смартфонах, он просто ужасен. Палец часто даже чистым. Он не считывает, требует пароль. А если он чуть-чуть влажный, то все. Только пароль, только пароль. Теперь давайте я расскажу о целях для этого устройства. Ноутбук покупался как легкая и шустрая печатная машинка с хорошим экраном и вменяемой автономностью. На Авито X390. И в этой конфигурации, вот как в данном ролике, можно найти ноутбук за 24-25 тысяч рублей. Состояние, ну тут уж как вам повезет. Разброс очень и очень большой. Вам придется внимательно смотреть на реальные экземпляры. Нет, финг-пад, штука, конечно, выносливая, но и его можно превратить в флам. Ну и самый интересный вопрос, откуда берутся эти финг-пады на вторичном рынке, да еще и в таком количестве. Участников их не очень много. Все-таки это скучные корпоративные черные прямоугольники. Новыми они стоят, ну как приличный игросральный гроб или дико модный макбук на RAM процессоре. То есть новыми, ну, наверное, очень немногие возьмут себе финг-пад. А вот в корпоративном сегменте их немало. Во всяком случае, было немало до сокращения поставок в Россию. Касательно моего экземпляра, у меня есть подозрение, несмотря на то, что это сборка словацкая, что данный ноутбук имеет китайское происхождение. Но не спешите смеяться, конечно, все Lenovo имеют китайское происхождение. Я имею в виду, что он изначально создавался для китайского рынка. Что об этом говорит? Ну, во-первых, во-первых, вот этот штрих-код. Во-вторых, на это намекает проверка по официальному сайту Lenovo, где пишется, что вот данная модель предназначалась для китайского рынка. То есть, что, мне кажется, было сделано? Был взят вот этот самый ноутбук из какого-то корпоративного сегмента китайского, китайцами. Заменена клавиатура с кириллицей. Ну и, собственно, в таком виде к нам это на рынок попадает. Это вовсе не отменяет того факта, что состояние хорошее, и что здесь даже лицензия на Windows работает. Я вполне себе легко обновился на Windows 11. Данный ноутбук был без коробки и зарядкой на 45 Вт, хотя продавались они именно 65-ваттными блачками питания. И вот такая зарядка, GAN-зарядка на 60 Вт вполне себе его запитает. Ну, мне и, в принципе, и 45 Вт хватает. Ладно, к чему вообще весь этот ролик? Если вам нужен компактный ноутбук для учёбы или работы, не в игры играть и не в какой-то серьёзной графикой заниматься, то перед вами вот сейчас, в 2023 году, встаёт сложный выбор. За условные 30-40 тысяч рублей вариантов сейчас, ну вот прям очень мало среди новых компактных ноутбуков. В голову приходят только 14-дюймовые Huawei и Honor. Но, во-первых, они массивнее, а качество сборки там, конечно, похуже. Смотря же в сторону БУ-латитюдов, фингпадов и даже HP-элитбуков, при всей моей нелюбви к компании Hewlett Packard, вы получаете устройство с отличными характеристиками, гигантским остаточным ресурсом, ну, если его не заливали и неполномерно убивали, то это устройство прослужит очень и очень долго. Всё-таки, конечно, когда мы покупаем такое, есть свои подводные камни. Во-первых, это никакой гарантии. Во-вторых, покупка бывшего употребления ноутбука требует хотя бы минимального понимания, как устроено компьютерное железо. И нужно быть готовым приложить руки. Ну, например, поменять термопасту, почистить систему охлаждения, возможно, заменить клавиатуру. Что же касается конкретно этого Lenovo ThinkPad X390, своих 24-25 тысяч ноутбук на вторичке он, безусловно, стоит. Особенно, если вы понимаете, что покупаете и для чего покупаете. Ну и, конечно, светящаяся точка вам будет бонусом. А если оставить вопросы по поводу темы покупки бывшего употребления ThinkPad на Авито, задавай их комменты, с удовольствием с тобой пообщаюсь. Лайк, подписка, про телегу тоже не забывай. Пока, пока.